Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, у кого что? У меня ролики, у меня велосипед, а у меня скейтборд. Мурмяу, а у меня гироскутер. И кто победил? Я? Победит тот, кто мне ответит, где можно кататься и играть с вашими средствами передвижения. Я знаю, я знаю. Везде, где захочешь. Я выиграл? Я выиграл? Мурмяу, мне кажется, Борька, ты проиграл. Верно. Кататься на этом можно далеко не везде, где захочешь. А только в безопасных местах. Там, где нет машин. Например, в парках, скверах или на детских площадках. Или дома. У меня дома машин нет. А если ты хочешь поехать на велосипеде, кому-нибудь в гости? Тогда надо воспользоваться велопешеходной дорожкой. Сейчас я вам всё объясню. Велопешеходная дорожка обозначена специальным знаком. Вот таким. На ней нарисован и человечек, и велосипед. А на дороге вы увидите специальную разметку. И для пешеходов, и для велосипедистов. Если вам ещё не исполнилось семи лет, вы должны ехать на стороне для пешеходов. А если уже больше семи, можете ехать на стороне для велосипедистов. Нам уже семь. Значит, будем ехать на стороне для велосипедистов. Сейчас я задам вам ещё один вопрос. Скажите, можно ли выезжать и кататься за пределами этой игровой площадки? Конечно же. Мурмяу. Булька. Конечно же нет. Потому что там тоже могут ездить машины. А безопасно только там, где они ездить не должны. Правильно. Молодец, Борька. И кто же выиграл? Я думаю, победили вы все. И я тоже. Ну, конечно же. Ведь вы все узнали, где и как нужно кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах. Ура! Я победил! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!